Сентябрьские выборы не предвещали больших перемен. Почти все каналы региональные и федеральные рассказывали о том, что мы живем в одном из лучших регионов России, куда привлекаются инвестиции и где делаются реальные дела. Светлана Орлова колесила по области, проводила встречи, раздавала поручения и обещания. Но в единый день голосования, 8 сентября, оказалось, что далеко не все хотят видеть Орлову в кресле губернатора. За нее проголосовали лишь 36,5% избирателей. За ближайшего оппонента Владимира Сипягина голоса отдали 31%. Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. Переживала Светлана Юрьевна не зря. Несмотря на все усилия, во втором туре выиграл Владимир Сипягин. А Орловой пришлось покинуть регион. При такой невысокой явке оказалось, что равнодушные остались дома, а как раз такие активные и негативно настроенные вдруг пошли и проголосовали. Закрывая историю Светланы Орловой, можно лишь дополнить, что на работу она устроилась в счетную палату. Что же осталось во Владимирской области? Вслед за Орловой свои посты в администрации стали покидать ее замы и руководители некоторых департаментов и комитетов. Алексей Конышев, по слухам, уволил себя сам, пока губернатор Сипягин был в командировке. В результате из старой команды остались лишь Вячеслав Кузин и Александр Трутнев. Пять замов приехали работать во Владимирскую область из других регионов. И представить новую команду губернатор смог лишь во второй половине декабря. А членов старой команды, по сути, обвинил в том, что не бросили область в сложное время и поставили под удар выполнение стратегических для региона задач. Когда они находились в отпуске и отдыхали, а должны были заниматься важнейшими вопросами, связанными с ускорением процесса по выполнению поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по ремонту больницы Вструнина, например, по решению проблем, связанных с переселением из аварийного фонда жилья. Про больницу Вструнина и аварийный фонд Сипягин, вероятно, обмолвился на брифинге не случайно. Не успел новый губернатор приступить к своим обязанностям, как на него обрушилось внимание федеральных СМИ, которые, по сути, обвинили нового главу региона во всех бедах Владимирской области, а заодно прошлись по депутатам от ЛДПР, с которыми общается Сипягин. И даже заподозрили нашего Владимира Владимировича в том, что у него поддельный диплом. Мы живем с вами в небольшом городе, где все друг друга знают. Знают. Невозможно было бы скрыть факт отсутствия высшего образования уже на стадии предвыборной гонки. Все эти факты говорят о том, что высшее образование нашего губернатора есть, диплом у него подлинный. Сам же губернатор, сославшись на то, что у него есть 100 дней, так и не провел в уходящем году итоговую пресс-конференцию, чтобы рассказать о своей работе представителям Владимирских СМИ. Теперь о законодательном собрании седьмого созыва. Его состав мы с вами тоже выбирали в сентябре. Единороссам пришлось потесниться в облпарламенте. У них осталось всего 23 места вместо 32 в предыдущем составе ЗАГС собрания. У коммунистов стало 7 мест. У ЛДПР теперь 4 места, до этого было 2. У СССРов 3 места, в предыдущем ЗС было 2. И одно место получил представитель КПСС. У нас впервые за последние несколько созывов будут присутствовать представители не 4, а 5 политических партий. Хотелось бы, чтобы это разнообразие реально отразилось на работе областного парламента. Изменения произошли и в региональном отделении партии «Единая Россия». Из-за перехода на работу в Совет Федерации Ольга Хохлова сложилась с себя полномочия председателя. Ее место занял руководитель региональных парламентариев Владимир Киселев. Теперь он возглавляет областных единороссов. И делать Киселев намерен это не из кресла своего кабинета, а работать с людьми на местах. Если человеку партия доверила возглавлять район, возглавлять какое-то муниципальное образование, то, соответственно, этот человек не должен почивать на лаврах. Он должен, во-первых, полностью отрабатывать эту должность. Во-вторых, в обязательном порядке уметь общаться с людьми, рассказывать людям. Ни в коем случае не бегать от людей. Сама же партия власти после результатов сентябрьских выборов всерьез задумалась о своей работе и решила взять курс на обновление. Его обсудили на декабрьском съезде. А результаты работы как партии власти, так и нового губернатора будем ждать уже в следующем году. Никита Каргаев, Юлия Кузнецова, Шестой канал.